Пешеходы на дорогах, на тротуарах, на переходах. Они повсюду. Вчера сотрудники ГИБДД решили найти их в троллейбусах, чтобы провести с людьми профилактическую беседу и заодно развесить в транспорте памятки с правилами дорожного движения для пешеходов. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не торопитесь. Перейти дорогу, обходить транспортное средство как спереди, так и сзади опасно и поэтому недопустимо. Это один из пунктов правил для пешеходов. Появление людей из-за маршрутного транспортного средства может стать неожиданным для других участников движения. Пассажирам нужно выйти из троллейбуса и найти пешеходный переход. Если его нет в зоне видимости, то можно перейти дорогу на перекрестке по линии тротуаров и обочин перпендикулярно проезжей части. Также хочу обратить ваше внимание, что в ночное и вечернее время лучше использовать световозвращающий элемент. Это вот такие вот полосочки. Буквально вчера у нас на территории нашего города произошел наезд на пенсионера на пешеходном переходе. Мужчина переходил дорогу, его водитель автомобиля не заметил. Произошел наезд, в результате чего мужчина погиб. Не пренебрегать световозвращающими элементами, носить одежду светлых тонов, не перебегать дорогу, рискуя споткнуться, выходить на пешеходный переход аккуратно, особенно из-за машин и деревьев. Эта информация известна многим, однако пожилым людям надо почаще напоминать правила. Мало того, что они являются самыми незащищенными участниками движения, чаще всего именно пожилые граждане – самые злостные нарушители. При общении с участниками дорожного движения в троллейбусах у нас была уникальная возможность выйти на аудиторию в основном пенсионного возраста. Многие пенсионеры с нами соглашались, некоторые начинали заводить спор, скажем так, но, наверное, даже и в этом споре рождается истина. Пассажиры, в частности, вступили в дебаты по поводу перехода около школы номер 50 в районе Дашково-Песочня. Переходы там теперь установлены по ГОСТу, а не по принципу народной тропы. Ну это глупо, два перехода сделали в сторону метров, наверное, за 200, когда напрямую должен быть переход. Ведь все равно дети лезут через дорогу, их не остановишь, это есть дети. Для рязанцев эта акция стала возможностью выяснить непонятные для себя вещи. Сотрудники ГИБДД ответили на все их вопросы. Люди остались довольны таким вниманием. На зеленый свет я перехожу и так машину смотрю, потому что иной раз машины едут на зеленый свет даже. Иногда и водитель бывает виноватый, и мы тоже иногда. Ну я стараюсь всегда ходить по переходу. Пешеходы, бывает, стоят и раз ринутся резко, начинают перебегать дорогу. То есть, ну и транспорт большой, затормозить его очень трудно бывает. Приходится применять экстренное торможение, большую часть. А экстренное торможение ведет к падению пассажиров в салоне. Я считаю, молодцы. Просто молодцы, хорошая акция, великолепная. Обратить внимание людей, это очень хорошая акция. Спасибо. Граждане признались, что иногда нарушают правила, когда сильно спешат, могут перейти дорогу в неположенном месте. Хотя своих внучек, например, учат ходить правильно. Порой именно в торопях можно натворить таких дел, что последствия окажутся необратимые. Будем надеяться, что проезжая теперь в троллейбусах, рязанцы обратят внимание на памятки. По инерции читая то, что попадается на глаза.